Ваш подход бывает уникальным. Я была убеждена в том, что я все сделаю сама. Во-первых, я нахожусь в клубе шести нулей, онлайн-среда, которую я не понимала, которую я не знала. Сейчас вы обучили 200 человек за 7 месяцев. Заработали определенное количество хороших нулей. Если вы все-таки хотите сделать онлайн-школу, то она не живет, если в ней нет вовлеченности. Доброе утро, добрый обед, добрый вечер. Какой бы момент времени вы не смотрели это видео, оно будет для вас максимально полезным. С вами мы. Я Федор Спиридонов. Я Илья Терновой. И у нас в гостях эксперт, который расскажет о своем пути. И этот эксперт у нас относится к нише под названием дизайн. Самое удивительное в этом выпуске то, что продюсер этого эксперта уже был у нас. И мы уже спрашивали и задавали ему вопросы. Ребята, это интервью о двух взглядах. О взгляде продюсера и взгляде дизайнера на одну и ту же онлайн-школу. Смотрите до конца, это будет интересно. Полина, добрый день. Первое, что я хочу сказать, то, что вы прекрасно, очаровательно выглядите. Спасибо. Это сразу подчеркивает вашу нишу. Второе, что я хочу сказать, это то, что большая редкость у нас, когда к нам приходит и продюсер, и эксперт. Практически вот с разрывом несколько часов. Да. Мы просто хотим сразу дать понимание нашим зрителям. У нас вот недавно записывалось интервью с продюсером Зоей Ацай, а сегодня у нас Полина Лебедева. И приятно с разных сторон посмотреть на этот бизнес, который у вас существует. Вот. Так что, я думаю, очень плодотворно, интересное интервью у нас выйдет. Заведомо такую акцию. Если вас заинтересовала индустрия онлайн-школ, чтобы продавать свои знания и знания своего эксперта, и вы хотите узнать, как это сделать, получите пошаговый план и список актуальных ниш в этом году. Записывайтесь на бесплатный мастер-класс «Как создать свою онлайн-школу, продюсировать себя или своего эксперта». Ссылка в описании под этим видео. Кликайте, переходите, регистрируйтесь. Полин, ты эксперт в этой школе, правильно? Все верно. Вот. Как ты вообще пришла, какой у тебя бэкграунд, и, ну, чтобы те эксперты, которые смотрят или продюсеры, знали все без купюру от и до? Ну что ж, конечно же, я пришла не просто так в эту нишу. Поэтому, безусловно, у меня были уже понимания того, что я хочу сделать, каким это должно быть. Немножечко видоизменилось в процессе, потому что оно, я думаю, что всегда немножечко меняется. Но, безусловно, у меня был колоссальный опыт уже за спиной того, что я делаю, и делаю хорошо. Ну, собственно говоря, тот бизнес, который у меня есть, я его веду более 17 лет уже, и в моей сфере это дизайн, проектирование интерьеров. Я создала не только дизайн интерьеров, это и создание бизнеса, связанное с дизайном, это и отделочные материалы, у меня были магазины, сеть, строительные компании, которые также я основывала давно. Вот. Но, тем не менее, это тот бэкграунд, который, собственно, у меня присутствовал. То, что я могу дать, и то, что те навыки, те знания, которые я могу дать. Для меня ноль это была, это все-таки онлайн, онлайн-среда, которую я не понимала, которую я не знала, хотя мысли на эту тему были еще в 2010 году, когда я задумалась, действительно, у меня мама очень активный человек, она всегда ищет новые какие-то ниши для себя, и она как раз-таки мне подала эту идею, но тогда я не понимала, как запаковать этот продукт, как его вообще разместить в онлайне и сделать в таком хорошем доступе. У меня сразу, прям вот сразу же возник такой вопрос. Почему, будучи обладая бэкграундом успешного предпринимателя, у которого огромный опыт, да, в плане предпринимательства в оффлайн-среде, почему ты начала искать эксперт, о, продюсера себе? Почему ты не стала такая, ну, и продюсером, и экспертом сама себе? Это интересный вопрос, хороший вопрос. Дело в том, что когда я как раз-таки стартовала, это было год назад, в январе началось мое обучение, я была убеждена в том, что я все сделаю сама. То есть у меня было четкое понимание, что я и эксперт, я и продюсер, значит, сейчас я все сделаю быстренько. Оказалось не так, все просто. Мне достаточно было первого месяца для того, чтобы, в принципе, запуститься, для того, чтобы создать уже фокус-группу, для того, чтобы стартовать. И это было именно потому, что, ну, я старалась все-таки сразу это впитывать и сразу это применять на практике. Были такие слова, я не помню, кто это сказал, очень сложно быть и тем, и другим одновременно, что вам нужно определиться с тем, кто вы будете, да, или вы продюсер, либо вы эксперт. Я бы подумала, да ладно, я сейчас все сделаю сама. И как раз-таки, когда у нас проходила вторая уже фокус-группа, я понимала, что если я хочу масштабироваться, если я хочу вывести уже на хороший уровень для большой аудитории, потому что онлайн позволяет сделать это быстро и вывести действительно на колоссальную аудиторию, то мне необходим, ну, партнер, эксперт желательно, потому что, ну, мы понимаем зону ответственности, зону наших сторон. Это очень, партнер, это как бы понятие, да, у меня может быть еще один дизайнер, и мы там что-то там с ним копошимся, это одна история. Но у продюсера точные задачи, да, как бы, которые он должен решить. И это очень круто, потому что можно как раз-таки вот это делегирование сделать очень прозрачным и понятным для нас двоих. Обычно продюсеры выбирают экспертов, здесь получается немного по-другому, да, насколько я знаю. Прикольная история тоже. Опять-таки, благодаря акселератору, это среда, это, безусловно, очень классная среда. Я до этого еще училась в школе, ну, в своей теме, как бы, в дизайне, управлении проектами и так далее. Мы тоже, как бы, вращались в одной такой дизайнерской среде, которая тоже помогала вот вырасти. И в акселераторе такая же история получается, когда вы получаете, так скажем, ответы на свои вопросы. Нужно что-то, пожалуйста, кто-то что-то порекомендовал. Я не ставила перед собой такой жесткой задачи, прям найти вот завтра мне надо эксперта. Но так получилось, что я предоставила такие бесплатные, так скажем, партнерские уроки, сделала уроки для нескольких школ. Ну, и таким образом, вот, как раз-таки, познакомилась Зоя, которая как раз-таки создавала какую-то одну там из похожей темы на мою нишу. Вот. И, собственно говоря, у меня там что-то не сложилось. У меня, собственно, тоже, как бы, я уже понимала, что мне надо как бы быстрее-быстрее все это решать. Ну, и мы решили попробовать вместе пойти. Вот. Причем, самое интересное, когда у нас стоял уже как раз-таки вопрос выбора, да или нет, Зоя еще к тому же нас проверяла на совместимость, насколько мы как партнеры можем хорошо взаимодействовать в астрологии, да, в составлении гороскопов, нумерации и так далее. Ну, и у нас очень успешный был союз. Если вас интересуют онлайн-школы, но много вопросов и сомнений, у Акселератора есть бесплатная 30-минутная консультация с экспертом, который готов ответить на все ваши вопросы, разобраться с нишей, который поможет найти эксперта и расскажет, как с ним договориться. Он расскажет вам о тех шагах, которые вам нужно совершить, чтобы у вас появилась своя онлайн-школа. Регистрируйтесь по ссылке под этим видео. Аксель поддерживает с вами связь, получаете вы какой-то фидбэк, помощь, какие-то полезности, может быть, этот окружение. В общем, вот расскажите, пожалуйста, про это взаимодействие. Во-первых, я нахожусь в клубе Шести Нолей, и там тоже мы постоянно общаемся и получаем обратную связь. А кроме этого, конечно, у нас до сих пор, вот, у меня доступ есть на различные вебинары, мастер-классы, мастер-майнд-сессии. Ну, так скажем, я для себя очень много вопросов закрыла, поэтому для меня лично важно это вот такое уже, ну, непосредственно общение, наверное, уже в кругу вот как раз-таки этого клуба, потому что мы примерно на одной стадии. Дело в том, что акселератор, по крайней мере, да, все-таки задает вопрос по поводу полного оборота, это раз. А во-вторых, безусловно, ну, там сумма может быть плавающая, но она так или иначе стабильна за там каждый месяц, например. И этот показатель мы прозрачно показываем с печатью, с подписью, отправляем сканы там в акселератор, да, после чего они рассматривают заявку и принимают или не принимают нас по факту, по результату наших мероприятий. Вот, то, что у нас там, так скажем, текущие есть расходы, есть там больше, есть меньше, по сути, конечно же, меняет цифру, но по факту все равно остается то, что вот есть определенная прибыль, которая вот видна документально. То есть это у бизнеса, у вашего есть оборот определенный с шестью нулями, да, то есть и вы там, например, вот как партнера состоите с Зоей в этом бизнесе, как с учредителями, вот, и, соответственно, на вас это распространяется членство в клубе с шести нулями. Ну, конечно, да. Не делится, но по полам. Создание онлайн-школы, как вы определили свою уникальность по сравнению с другими конкурентами? Дело в том, что я вообще не верю в это слово. Вот это уникальность или конкурент? Уникальность. Вот этот вот уникальный продукт, уникальный товар, ну, не бывает такого. Бывает ваш подход. Ваш подход бывает уникальным. А сами товары, они все уже давно придуманы за нас, и ничего нет уникального на нашей школе. Америка уже впереди нас, заняты все ниши. Дело в том, что для меня лично было важно, ну, опять-таки, да, дизайн интерьера. Расскажу немножечко о том, что когда я стартовала в какое-то свое время, это 2000-е годы, 99-й уже конец, для меня был тупик. Я не понимала, как мне двигаться вперед. То есть я получила образование, профильное образование, но у меня совершенно нет никакого понимания об этой профессии. Ну, просто чистый ноль. Кто-то из похожей моей там сферы, кто-то выразился там недодизайнера. Наверное, вот эта вот история, это моя боль личная, моя боль недодизайнера. Люди получают, да, образование, там, новички какие-то. Они что-то пытаются, они делают это сами. Они пытаются сами, у них нет совершенно никакого ни поддержки, ни знаний таких детальных, проработанных, основанных на опыте. Вот как раз-таки такого, такой школы не хватало мне в какой-то момент. Тогда не было ни онлайна, ни интернета, то есть тогда не было ничего. Сайт это был просто мера божественная. И сейчас вот эта возможность, которую обладают практически все в нашей стране, у нас крайние точки наших учеников, это Владивосток, это Алматы, это Германия. Девочки у нас учатся, которые живут в Германии. Вот, то есть эта география, она глобальная. Это очень здорово, потому что любой, не имеющий возможности практиковаться или получать качественную, там, обратную связь, или получать качественное образование, любой может это получить в нашей школе. Я лично создала тот курс, да, вот про уникальность. Может быть, тема не уникальная, но тот подход, который я создала, вот этот поэтапный, по шагам, для меня стояла вообще колоссальная задача, невероятная задача сделать так, чтобы любой, вот вы пришли ко мне на курс с нулем, и вы пришли, вышли от меня уже со знанием полностью, как создавать грамотный дизайн-проект, полностью техническую документацию, как работать с визуализаторами, какие материалы существуют, какие стили, объемы, то есть просто обладать при этом программами, специализированными программами, ну и, собственно, создать дизайн-проект своего дома, например, или там, квартиры. Для меня это была вот первостепенная задача, сделать именно такой шаг, потому что, опять-таки, это были такие, ну, звоночки, которые, допустим, приходили ко мне там из прошлого, мои клиентки, участвуя в работе над дизайном, да, они там потом спрашивали, как же, куда же мне там пойти, и я понимала, что, ну, нет, на сегодняшний момент нет такого базового образования с нуля, да, когда ты можешь прийти, не имея ничего, не умея и не зная, и получить достойное образование, это только какие-то очные формы, это там училища, там институты и так далее, но многие, будучи там взрослыми людьми, с семьей, с детьми, с работой, ну, они имеют такой возможности, но мечта есть. И вот, например, на примере нашей школы у нас очень много людей, которые меняют просто свою жизнь кардинально, меняют ее, например, там, 10 лет работают HR-менеджером в каком-то офисе сидят, и они становятся дизайнерами, и они работают над дизайн-проектами, они зарабатывают на этом деньги, причем это высокооплачиваемая профессия, в которой всегда будет все равно спрос, на которой всегда будет спрос, вот, поэтому это очень для меня это личный стимул, огромный стимул. Сертификация какая-то присутствует? Да, у нас. Каким образом вы вообще вот это все зафиксировали, зарегистрировали, почему вы выдаёте сертификаты, на каком основании? То есть, расскажите, пожалуйста, о том. Ну, у нас есть удостоверение, повышение квалификации. Для того, чтобы, опять-таки, получить такое удостоверение, необходимо иметь определенное количество часов, которые преподает преподаватель, определенные, так скажем, экзамены, которые гособразца являются, которые по определенному, так скажем, инструментам, с определенными инструментами, с определенными сдачей, с определенными интервалами, которые сдаются, и благодаря чему вот мы, допустим, в своей программе, мы ее подали на заявку на получение такого удостоверения, и прошли именно по количеству часов на читке, по тому, какой объем мы даем и какие получают результаты наши ученики. Это тоже, это возможно, так скажем, сделать, но это достаточно сложно, трудоемко. Нам это удалось. И мы, по-моему, единственная школа, которая дает такие сертификаты, удостоверения. Ты сказала, что ученики, которые проходят обучение, они потом могут зарабатывать хорошие деньги, это высокооплачивание. Так какой сейчас, я не знаю, средний чек по разработке дизайн-проекта? Это мой личный вопрос, мне надо. Но на самом деле, естественно, все зависит от региона. Конечно же, безусловно, есть рыночные определенные цены, которые устанавливаем даже не мы, а рынок просто наш. Стартовая цена минимальная на сегодняшний момент по Москве, это где-то от 1000 до 1500, это минимальная цена за метр квадратный. Можно ли назвать утверждение, которое я сейчас скажу, верным, что дизайн интерьеров, дизайнер интерьеров – это психолог? В какой-то мере, да, безусловно. Безусловно, нам нужно понимать даже не то, что думает или чувствует клиент, а как нужно с ним себя вести. Для того, чтобы встать на одну, так скажем, какую-то волну, ступень, то есть чтобы уметь себя преподнести, сделать правильные акценты или какие-то внедрить слова, которые будут для него сближающим таким элементом являться. Но, тем не менее, человек должен жить в том интерьере, в котором ему будет комфортно жить. И у некоторых людей не хватает слов, они не знают, как объяснить, как донести то, что вот они хотят. И это, мне кажется, нужно как-то очень тонко понимать. Безусловно, даже психологу порой непонятно многое, что говорит, например, какой-то, объясняет, вернее, какой-то его пациент. Все же есть простые инструменты, потому что не каждый может стать психологом, но просто кому-то не дано, например, да, кто-то очень хороший специалист, очень хороший профессионал, тогда нужно выстроить свою работу таким образом, чтобы получать то, что хочет сказать клиент или то, что у него в голове. Это простые механизмы, на самом деле, абсолютно доступные. То есть это подобрать примеры тех интерьеров, которые нравятся, цветовую гамму, и на этапе согласования всех вот этих вот ступеней выявить пожелания, желания. Все очень, на самом деле, доступно. Так как можно было вообще со специальностью дизайн интерьера в 2000-х стартовать, когда это вообще, мне кажется, нафиг никому не нужно было? Да, это точно. Но, так скажем, тоже мое обучение, оно было даже не столько на дизайн интерьера, сколько на архитектуру, ближе к уклон, к архитектуре было. Вот. И это, на самом деле, было как и минусом, так и плюсом, потому что для людей, в принципе, было непонятно, что есть такая профессия, и есть, в принципе, дизайн интерьера. И когда я начинала с того, что в 21 я открыла свой магазин отделочных материалов. Это были дорогие материалы, красивые, но поскольку они дорогие, и они очень сложные были для восприятия, непонятно было, как их сочетать между собой, чтобы не потратить много и сделать это эффектно. И как раз вот эту услугу я внедрила в рамках магазина. Мы предлагали как раз-таки сделать еще оформление стены или оформление комнаты, сделать целиком, ну, в наших материалах, вот, но сделать такой вот мини-дизайн проект. Это переходило часто из там одного помещения в следующее, потому что люди видели эффект какой-то, который это дают, да, они видели финальную картинку, то, что получается. И, конечно, им было очень удобно и понятно, что они получат в результате, чем они сами там что-то придумали, где-то что-то, да, там приклеили. Вот, поэтому, как, с одной стороны, да, это действительно был минус, но с другой стороны, люди были готовы и открыты к этому. То есть, никто не понимал, что это такое, но за это хорошо платили. Это было намного проще продать тогда, чем сейчас, например. Сейчас есть другие механизмы продажи дизайн-услоги. Очень не все дизайнеры с того времени, например, сейчас знают, как это делать. Поэтому многих, например, многие говорят о кризисе. Вот, но тогда действительно это было вот чем-то очень новым, да. Мы понимаем то, что вы с Зоей сотрудничаете вместе, она продюсер, вы эксперт, но также мы знаем то, что у вас еще есть в штате порядка 12, наверное, человек, да. Вот, я так гипотетически так представляю то, что она заведует у нас, например, таргетологом, человеком, которым сайтом занимается. Кто вам под, скажем, под вашим патронажем присутствует? Может быть, это куратор-мотиватор, кому выдаются там целевые установки какие-то? Или это все? Или контролируете там, да, вот, куратор-мотиватор работает, например, там, с вашими обучаемыми учениками. Вот, вы снимаете какую-то информацию, как вы работаете, как эксперт-наставник. То есть, расскажите, пожалуйста, об этом процессе. Понятно. Ну, по поводу, опять-таки, да, если вы все-таки хотите сделать онлайн-школу, то могу сказать, что она не живет, если в ней нет вовлеченности, вашей личной вовлеченности. Потому что просто дать уроки людям этого недостаточно. Важно, чтобы вы во всем этом участвовали, их подогревали, да. Живыми ли это встречами будет, или это будет просто со звонами, или это может быть просто каким-то постоянным видео, которое вы добавляете, типа, привет, здравствуйте, как у вас там дела? Ну, например, я очень переживаю за каждого студента, это правда. И я сама проверяю часто их работы домашние, которые они выкладывают. Я на себе все-таки, пока эту функцию оставляю, проверку экзамена полностью и даю рекомендации что-то исправить, что-то подправить, то есть, выдать полноценный проект. Кроме этого, у нас такая сложившаяся команда как раз-таки людей, которые с нами работают. Пока у нас, мы не расширяемся, но думаю, что в ближайшей перспективе это предстоит сделать. Кураторов у нас немного, с каждым из них я так же взаимодействую, но это, так скажем, не основная моя, наверное, какая-то функция. Что-то нужно где-то там подправить, убрать, или что-то обратиться. У нас есть внутренний чат свой собственный, мы между собой общаемся. Без какого-то слишком сильного давления с моей стороны я за ними, в принципе, не слежу. Я просто вижу, что они там реагируют, они сами за всех болеют, они очень сильно вовлечены в это во все, и это видно. Пока это происходит, это хорошо. Эти кураторы тоже с образованием соответствующие? Да, мы подбираем людей, у которых есть обязательно опыт, у которых есть реализованные объекты, потому что они могут дать хорошую обратную связь. Многие, например, у нас есть куратор, который с 2000 года, так же, как и я, с таким же, собственно говоря, багажуемым опытом. У них колоссальные тоже работы, потрясающие, красивые, реализованные. Поэтому мы стараемся, чтобы это были именно такие вот кураторы, которые специалисты, специалисты своего дела. Вот ты заговорила о горизонтах, да, то есть сейчас вы на определенном этапе находитесь, в котором многие могут только мечтать, как и мы, там, да, то есть вы достаточно больших успехов за непродолжительный относительно отрезок времени достигли. Какие в твоих мечтах, как тебе кажется, вот идеальные масштабные масштабы, вот я не знаю, какую империю или там, да, вот пик, какой хотели бы вы достигнуть? Просто давай сейчас пофантазируем. Но для меня лично важно в масштабировании дать полезности максимально много. Я понимаю, какие боли еще есть и у меня были, какие хочу я закрыть, например, да. И вот на сегодняшний момент у меня там на год есть программа, которую я хочу реализовать, которую я хочу внедрить, соответственно, с привлечением большого количества людей, причем из разных сфер. Для меня важно дать даже очень крутую поддержку людям, которые уже, например, вот как я уже сказала, да, там с 2000-х идут, но у них, например, нет понимания, как сейчас расти. Они обладают богатыми знаниями, у них колоссальный багаж, но они не знают, как себе, например, подать, преподнести, продавать, в какую сферу им обратиться, там, пойти, может быть, как-то, опять-таки, выбрать какую-то для себя другую нишу. То есть вот эти вот... Мы сейчас работаем практически вот с новичками, с теми, кто хочет для себя создать. Но для меня важно занять и другие позиции, и расшириться в этом направлении. У нас сейчас программа курса уже сформулирована, сформирована, мы ее запишем. Для студентов, для начинающих, для прям вот таких, которые хотят определиться профессией, куда им идти, или для себя, может быть, сделать. Вот для студентов именно на уровне, хорошем, классном уровне, но при этом с такой очень такой подачей доступной, да, чтобы это было доступно даже вот для студента, который, может быть, не какие-то моменты сложной эргономики, чего-то не понимает, да, там бытовые какие-то проблемы именно в пространстве. Резюмируем. То есть твоя задача максимум – это обучать как можно большее количество слушателей. То есть… Даже не то, чтобы большее, а в нашей сфере разной подготовленности. То есть вот занять все, так скажем, этапы, все ступеньки нашей ниши. Сейчас вы обучили 200 человек за 7 месяцев. Заработали определенное количество хороших нулей. К чему стремитесь? Пока нет визуализации? Сложно? Пока сложно, потому что все-таки качество – это не количество. Вот. А мне, для меня лично, как для эксперта, важно качество. У нас есть еще такое направление, как клуб, куда мы объединяем тех людей, которые либо прошли у нас обучение, либо просто хотят приобщиться к дизайну, потому что внутри клуба у нас вебинары, мастер-класс, очень много тоже движухи активной. Вот в рамках клуба, да, я хочу создать сообщество, которое такое большое, мощное, сильное, профессиональное. Да, вот для меня это, наверное, больше для понимания и лучше для понимания, чем там 2000 человек, которые учатся, непонятно, что они получают, какой они опыт получают, знания. Как дизайнер интерьера, сейчас не про психологию вопрос. Человек творческий, безусловно. Вот, что вас вдохновляет, что вас мотивирует? Просто вот, может быть, литература, книга, в чем вы черпаете? Каждый клиент, на самом деле, он является таким для меня тоже и вдохновением в какой-то мере, потому что совершенно с особенным каким-то мировоззрением, с особенным представлением. Пытаюсь все равно так или иначе поставить себя на это место, на место своего заказчика. Но кроме этого, я, например, очень люблю фильмы. Для меня это является источником вдохновения. Если я, например, вне ресурса, да, я не могу ничего придумать, то для меня вот пойти в кино или там посмотреть дома какой-то интересный фильм является таким вот толчком. Путешествие, конечно же, тоже. Мы часто рекомендуем вместе с нашими гостями какую-то книгу, вот. А вы порекомендуйте, пожалуйста, какой-то фильм, который непременно произведет неизгладимые впечатления, главное впечатление, да, ну, чтобы он не был пресным. Я люблю такие фильмы, от которых не просто сюжет какой-то, да, там, завораживающий, а, наверное, настроение, наверное, вот какая-то такая чувственность через весь фильм. И очень красивый фильм, мне кажется, на все времена. Бернарда Бертолуччи. Да, «Исчезающая красота». Потрясающий фильм, который, не знаю, меня всегда, и в зимнее особенно время, вдохновляет. Я знаю, что я буду сегодня вечером делать. Смотреть фильм. Бернарда Бертолуччи. Да. «Исчезающая красота». Друзья, вот вы как раз вот задаете частенько вопросом, а что посмотреть этим тем вечером? Вот, пожалуйста. А мне важно сейчас снять вишенку на торте и подарить нашим зрителям. Да, хотим отметить то, что вишенка – это большой плюс наших интервью. Но у нас был продюсер, сооснователь той школы, в которой ты являешься экспертом. И она подарила уже скидку 10%. Поэтому что можем мы подарить еще? Может быть, это будут какие-то методические обучающие материалы. После просмотра этого видео люди напишут какой-то промо-код, и ты скажешь, что вы получаете дополнительно еще какую-то обучалку, не знаю, уникальный, эксклюзивный материал. Или ужин, например, какой-то, знаете, нетворкинга, бизнес-служин. У нас есть, да, бизнес-служины. Но, на самом деле, я думаю, что будет полезно для многих, помимо скидки, все-таки получить у нас в формате вебинаров. Мы дарим подарки тем, кто нас препятает. Это 6, по-моему, или даже 10 уроков, онлайн-уроков интересных очень, не бесплатных, но в данном случае это будет являться подарком. Ссылку на эти уроки, соответственно, вы получите к вам промо-коду. Видимо, так. Да, промо-код – аксель, насколько я понимаю. Насколько мы договаривались с заранее. Конечно, конечно, именно так. С заранее они все договорились. Вот, в течение какого срока, чтобы люди обращались, чтобы была ценность все-таки вот этого продукта? Мы тоже договорились уже. Ну, так же, как и предыдущий мой продюсер, да, уже озвучила, это будет действовать и скидка, и это подарочное видео в течение месяца, да, после того, как вот выйдет это видео. По промо-коду Аксель, друзья, вы получаете в течение месяца набор уроков от Полины Лебедевой по дизайну. Так что смотрите это видео и не теряйте даром времени. В течение месяца. Так что пишите промо-код Аксель. Все. На этом мы... Вуаля, все. Спасибо, Полина, было очень интересно, живо. Взаимно, спасибо. Блестящее интервью. Подпишитесь на канал, поставьте лайк этому видео и комментируйте, что бы вы хотели узнать еще. И мы постараемся ответить на все ваши вопросы в следующих интервьюх. Хочется сказать о Полине следующее, что при большом опыте Полины, имея за плечами разные бизнесы, она все-таки ушла в онлайн, что приносит ей колоссальные деньги. В любом случае, я, конечно же, согласен, что люди, обладающие знаниями, навыками и опытом, будут делиться и транслировать в окружающий мир с помощью онлайн-ресурсов. Она уже создала школу, она уже функционировала, у нее было ИП, и она уже функционирующую школу привлекла продюсера, нашла, так сказать, человека, с которым она близка по духу. Вообще, в принципе, у них там схожий вектор развития событий. Вот, в голове, это очень важно. Наше интервью, скорее, было таким вот более эмоциональным, более таким жизнеутверждающим, да, здесь, может быть, меньше каких-то лайфхаков было, да, вот, здесь больше о человеческом каком-то факторе, о профессиональном, да, то есть для эксперта было полезно поговорить. Вот, поэтому, если ты обладаешь знаниями и умениями, в любом случае, не бойся стремиться в онлайн-индустрию, индустрию онлайн-образования. Вот все, что хочется вынести и ему заключить из этого интервью. Для нас что полезно? Ну, опять-таки, полезно понять, как коммуницировать, как выстраивать свое общение с экспертом, который в перспективе у нас будет. Не важно, это будет наша действующая ниша или какие-то другие, да, то есть здесь уже важно понимать человека, важно прощупать, какой у него есть бэкграунд, насколько он смотрит далеко вперед, да, то есть вот, вот, наверное, эти аспекты важны. Было приятно пообщаться? Очень много для себя подчеркнул в общении с ней, даже не в плане, там, правильно ты сказал, инсайтер, да, просто в плане там жизненного опыта, можно так назвать. В общем, мне понравилось общение с этой девушкой. Да, и кино она тоже хорошее посоветовала. Кстати, вот теперь я знаю, чем я буду заниматься вечером, собственно говоря, пойду смотреть этот фильм.